Дай почитать. В тексте никакой писательности, а нескончаемые гениальные идеи двух братьев – главного семилетнего героя и его пятилетнего брата Вовки, которые предсказуемо превращаются в порчу имущества, принесению вреда здоровью и в мелкое хулиганство. Но всегда намерения братьев благородные и, как им кажется, логичные. Книга не для детей. Ограничение 16+. Глубинных мыслей, философских рассуждений в книге Андрея Асковда «Как мы с Вовкой» нет. Автор сразу определяет временной промежуток и жанр, истории одного лета и целевую аудиторию. Книга для взрослых, которые забыли о том, как были детьми. Мое твердое убеждение, что эта книга – бесценный антидепрессант. Все помнят, что великий Чарль Чаплин настаивал, если день прошел без смеха, то прошел зря. Но мы в наших рутинных буднях точно знаем, что иногда бывает действительно не до смеха. А тут небольшая, но и немаленькая книга в 280 страниц с уместными иллюстрациями и неуемным смехом. Не знаю, оценят ли эти приключения двух шлунов детская аудитория, но взрослые в подавляющем большинстве оценят точно. Городские родители с радостью отправляют своих сыночков на все лето к бабушке и дедушке в деревню. Нет интернета, кино и прочего. И не будет. Но будет не просто весело. Если решите читать эту книгу в общественных местах, остерегайтесь. Не всем понравится ваш громкий смех. Бабка с дедом – еще те воспитатели. Любящие, терпеливые, но скорая нарезка и острое словцо. Наедкую и меткую шутку. Не буду пересказывать истории про колодец, корову, полевую кухню, страшилки, цирк, поход. Оставляю, дорогие слушатели, вам эту редкую возможность просто посмеяться от души хотя бы пару часов подряд. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok